Этот день виновники торжества ждут с нетерпением. Знают, праздник будет ярким, запоминающимся. На сцене детский хореографический ансамбль «Красная звезда». Юные повара соревнуются за право сварить кашу для дедушек и бабушек. Заслуженный успех не заставил себя долго ждать. Огромная кастрюля и суперповар с поварёшкой на пьедестале. В зале спортивно-зрелищного комплекса ни одного свободного места. Первые ряды для ветеранов войны и тружеников тыла. Нельзя не заметить Валерию Шарлау. Ей недавно исполнилось 93 года. Генерал Михаил Солнцев в городской администрации курирует работу общественных организаций. В нашем городе очень активно действуют ветеранские организации. Их много, но они решают две громаднейшие, я бы подчеркнул, задачи. Первая – социальная помощь людям, ветеранам труда, ветеранам войны, участникам войны. И второе – военно-патриотическое воспитание молодёжи. Я в общественной палате занимаюсь этой работой комиссии, координирую всю военно-патриотическую работу. И в год мы примерно охватываем 3000 ребятишек. На сцене – любимица ветеранов. Для них она не раз выступала с сольными концертами – Катерина Нефёдова. В концертной программе участвовали самые разные коллективы. Как оценивает этот праздник педагог с 50-летним стажем Людмила Баукина? Я полагаю, что это прекрасно. Прекрасно, что в наше непростое время, всё-таки сложное время, администрация нашего города, района тоже не забывает о пенсионерах. Это прекрасно. Спасибо большое и низкий поклон. А оценка? Оценку можно поставить вполне приличную. Вполне приличную. Ну, поскольку я учитель, я бы поставила, знаете, твёрденькую четвёрку, а если пятёрку, то с минусом. В заключении праздника – концерт популярного ансамбля 80-х годов «Лейся песня». Родная, родная, родная семья, но умира, небеса немаля. Галина Поликарпова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцор».